Безмятежное утро отдыхающих базы Трубник сегодня было прервано экстренным сообщением администратора. Возгорание произошло в комнате 208 в главном корпусе базы отдыха Трубник. На момент возникновения пожара в здании находилось 56 человек сотрудников базы и более 70 отдыхающих, 19 из которых дети. Директор Людмила Еремина принимает решение об экстренной эвакуации всех людей. После начинают перекличку. Команда специального учения по ликвидации возгорания и спасению людей на базе отдыха Трубник можно разделить на две основные части. Это теория и практика. Во время первой все задействованные в тренировке подразделения завода еще раз проговаривают свои задачи, уточняют нюансы. Ваша задача, я имею ввиду персонала дежурного, обеспечить спокойную, уверенную эвакуацию людей. Без паники, без бегания, без толкотни, без криков. Там, а, мы все умрем и так далее. Ничего такого быть не должно. Спокойно, уверенно выходим. Провести командно-специальное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации – инициатива руководства базы отдыха. Людмила Валентиновна хотела знать, как ее коллектив готов к ЧП. Вообще инициатива идет от нас, потому что у нас места с массовым пребыванием людей. И хотелось бы, чтобы этот отдых был безопасный. Мы очень долго настаивали на том, чтобы у нас провелись такие учения. Они, слава богу, в этом году у нас проводятся. И для меня показательно, что столько сил, Северский трубный помогает нам в этом, город нам помогает в этом. И мои сотрудники, вот они сейчас готовы показать, на что они способны. И хотелось бы, конечно, сказать, чтобы это оставалось только лишь учением, а в жизни бы этого не произошло. Предложения руководителя базы отдыха были услышаны и поддержаны. О делу мобильной подготовки, гражданской обороны, предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций на Северском трубном заводе. И самим хотелось узнать, как они могут отработать эту легенду. Сложность сегодняшних учений, конечно же, заключается в удаленности объекта от сил постоянной готовности. Вазу отдыха и северную часть Полевского разделяют 20 километров пути. А это как минимум 20 драгоценных минут, проведенных в ожидании спасателей. К вам прибудет 3 единицы пожарно-спасательной техники, 3 единицы 64-й пожарной части, которая находится в южной нашей части города. Две единицы, одна с дегтяркой, другая с горного щита. Сегодня мы будем отрабатывать вопросы привлечения сил и средств, вопросы эвакуации людей, вопросы оказания помощи пострадавшим и их спасению. Ну и будем, естественно, как и при всех других учениях, определять положительные наши моменты, ну и узкие места, над которыми нам будет еще предстоит поработать. Согласно регенде, в здании огнем охвачен весь второй этаж. Это больше тысячи квадратных метров. Третий и четвертый сильно задымлены. Ситуация осложняется тем, что трое задыхающих не смогли покинуть помещение. Остаются заблокированными на балконах 2-го, 4-го и 5-го этажах. Одна из горничных получила травму и также самостоятельно не может покинуть корпус. Спустя 20 минут после вызова спасатели к месту происшествия прибывают пожарные. В эту же минуту начинается эвакуация. Первая из горящего здания выносят горничную. На очереди еще один, кого спасли из огня. Мужчине подали лестницу, по которой при страховке спасателя он смог спуститься. С четвертого этажа отдыхающие эвакуируются посредством самоспасателя. Подобные устройства установлены на каждом из балконов главного корпуса, начиная с третьего этажа по пятый. Эвакуировать мужчину с пятого этажа оперативно посредством автолестницы не получается. Техника дает сбой. Дмитрий Данилов, начальник пожароспасательной службы Северского трубного завода, принимает решение о том, что человека нужно выводить по лестнице при помощи самоспасательного устройства в сопровождении пожарных. Такое может быть и на практике, такое случается. Поэтому это хорошо показательно, что как в такой ситуации мы так же действуем. Все-таки мы отработанные действия свои показали, что даже в такой ситуации люди были все спасены. Эвакуировав всех отдыхающих, спасатели приступают к ликвидации самого пожара. Несколько минут профессиональной работы и вот уже звучит команда «Отбой». Командно-специальные учения закончены. Все задачи учения достигнуты. Мы увидели четкую и слаженную работу персонала базы отдыха «Трубник». Им я ставлю просто отлично за работу предварительную, которая проводилась по эвакуации пострадавших. Мы четко увидели обозначенную безопасную зону. В сегодняшних учениях участие приняли практически все службы Северского трубного завода, связисты, спасатели энергетики, штаб ГОИЧС, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Всего около 50 человек. В эвакуации порядка 120. На данный момент все действия по ликвидации пожара и спасению людей, оказавшихся заблокированными в горящем здании, уже завершены. Идет подведение итогов. Оцениваю, что хорошо. То есть отлично я никогда не ставлю, потому что, сами знаете, учение – это учение. Где-то все равно заранее что-то было, наверное, известно. Это сами понимаете. Поэтому оценка хорошая. С учетом тех фост-мажоров, которые возникли. Такие учения необходимы для того, чтобы нам узнать наши минусы, то есть где-то определить, и чтобы в реальной жизни их не повторить. То есть для базы отдыха, чтобы персонал знал, как проводить эвакуацию. В первую очередь эвакуацию, потому что здесь очень много отдыхающих, в том числе и детей. Такие учения надо проводить как минимум раз в год. Главный же вывод, который был сделан участниками тренировки – хорошо, когда это только учение. Ксения Балденкова, Константин Миронов, Новости Полевского.